Первый бой сразу на чемпионате мира. Бывает ли такое? Бывает. И пример тому Анна Мария, воспитанница Обнинской Академии Единоборств. Всего месяц подготовки и спортсменка с уверенностью поехала на чемпионат мира бороться за золотую медаль. Я всегда в детстве мечтала именно подраться в клетке. Не знаю почему. Буквально месяц назад я как раз пришла в Академию Единоборств, начала заниматься и тут поступило предложение поехать на чемпионат мира. На самом деле мне было очень тяжело. Я умирала просто на каждой тренировке. И даже сначала вообще я пришла и не могла сделать до конца разминку. Потому что я очень долго не тренировалась, наверное около трех лет. Для меня было очень тяжело просто прийти, получить по лицу на тренировке. Было все очень тяжело. Ну и как итог, бронза чемпионата мира, конечно, все это перекрывает. Жизнь Анны Марии тесно связана со спортом. Девушка двукратной чемпионкой России, призер Европы и финалист мира по грэплингу. Также Анна Мария занималась плаванием и стала кандидатом в мастера спорта в этом виде спорта. На сегодняшний день спортсменка является тренером по плаванию. Как отмечает Артем Олексенко, президент Федерации смешанных единоборств по Калужской области, тренер бронзовой спортсменки, я задал Анне Марии всего один вопрос. Ты готова? Готова. Ее уверенный ответ стал отправной точкой к усиленной подготовке. Мы с ней поговорили, решили попробовать. У нас был всего месяц на подготовку. Тренировки проводили утром и вечером. Хотя у нас планы, конечно, на бой были другие. Надо было бороться. Мы знали, мы, когда увидели сетку, увидели, кто с нами бьется в сетке. Мы посмотрели их бои, прикинули свои возможности. Был один план, но, к сожалению, не пошло. Но ввиду как раз-таки маленького опыта. Я считаю, что у нас Анечка вообще молодец, очень достойно выступила. Как отметила Анна Мария, после первого удара, который она пропустила, тяжело было прийти в себя и принять правильное решение. Тем более, что соперницей была действующая чемпионка мира, мастер спорта по кикбоксингу Ангелина Стрекалина из Тольятти. С самого начала было очень тяжело, потому что я пропустила самый первый удар. У меня чуть не вылетела капа. Я пыталась ее в полете поймать. В этот момент, как тренер говорит, у меня заложило уши, я перестала ее услышать. На самом деле я все слышала, но, видимо, соперница на самом деле была очень сильная. Она очень много гоняла веса. И, видимо, у нее были такие сильные удары, что просто у меня реально закладывало уши. И я просто, грубо говоря, не могла ничего сделать. И с собой в том числе, потому что у меня просто срабатывал инстинкт самосохранения. Я бы, наверное, вообще все поменяла. Я бы вытащила затычки из ушей. Слушала, в первую очередь, свой угол тренера, потому что ему со стороны, конечно же, виднее, что можно сделать. Это, во-первых. Во-вторых, держала бы ручки чуть повыше. Я бы, наверное, чуть больше потренировалась. И, может быть, выступила еще до масштабного такого соревнования, на более уровне пониже соревнования, чтобы быть немножко адаптированной уже в клетке и спокойной, наверное, уже там. Бронзовый призер чемпионата мира отмечает, что семья, хоть и не вполне разделяет ее увлечения смешанными единоборствами, очень поддерживала и переживала за бои. Когда за тобой стоят родные, это придает уверенности и сил. Несмотря на то, что Анна-Мария не смогла занять более высокое призовое место, для нее бронза – тоже большая победа. Сейчас спортсменка планирует отдохнуть и восстановиться, а чуть позже вернуться к тренировочному процессу и более основательно подготовиться к следующему чемпионату мира. Луиза Башманова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ